Привет, пап. Ты принёс мне новое сердце. Да, специально для тебя. Майк, послушай, я должен кое-что тебе сказать. Слушай всегда свою маму. Делай то, что она говорит. У тебя всё впереди. А я всегда буду рядом с тобой. Вот здесь. Я люблю тебя, сынок. Скучаешь? Я не умею скучать. По-моему, скучать значит ждать, что вернётся. Но ничто не возвращается. А ты не слишком холодна? У правды нет температуры. Мы едва знакомы. И ты приглашаешь меня вселиться? Угу. А как это понравится моей девушке? Девушке? У тебя нет девушки. А это ведь чувствуется. Близость к женщине оставляет на мужчине отпечаток, а у тебя его нет. Её зовут Анжели. Мне очень жаль Анжелика. Ты когда-нибудь представляла, какой была бы твоя жизнь без папы? Что? Нет. А если стоишь перед выбором? Что если... Если выбирая его, ты теряешь дорогого тебе человека и знаешь, что больше вы никогда не увидитесь. Кого бы ты выбрала? Знаешь, жизнь очень часто ставит нас перед выбором. Прошлое крепко держит нас и не отпускает. А в будущем полно возможностей. Конечно, я бы выбрала папу. Ведь без него в моей жизни не появилась бы ты. Но как ты поняла, что он твоя судьба? Никак. Я рискнула. Я доверилась. Любовь гарантий не даёт, Триш. Это шаг в неизвестность. Вот самое страшное в жизни, это пожалеть о том, что ты что-то не сделал. Мне кажется, пожалеть о том, что ты допустил какую-то ошибку, это не так страшно, чем просто потом пожалеть, что ты что-то не сделал. Поэтому главное действовать. И главное не программировать себя на неудачи, на неуспех, и не расстраиваться, если это неудачи, не успеха будут. Надо помнить любой путь к успеху. Для того, чтобы его совершить, надо сделать шаг. Не гадать на ромашке, не мечтать о цели, а думать о движении, выверять этот шаг, делать его рационально. И очень хотеть и желать этого успеха. Скажи им, чтобы они все пошли в задницу. Все дружной толпой. Понятно? Они не мои друзья. Мне среди них плохо. Последний раз, когда мне было хорошо среди друзей, это было... Это было дома. В Белграде. Была девятиэтажка. И там на крыше мы собирались, болтали, ржали, курили. И помню тогда, меня родители из-за сигареты прессанули. Я их послал, всякие гадости наговорил. И пошел на крышу. Там сижу, курю, злюсь. И потом начинается тревожная сирена. В самолет летят один, второй. Начинает бомбить. Прямо на мой дом. И ты божишь домой. И надеешься... Только не мои родители. А знаете, я не стану скрывать. И скажу вам, почему я обедаю с вами. Видите ли, на данный момент у меня нет друзей. И если откровенно, то они не больно-то мне и нужны. Все мое поколение сплошные идиоты. Чуть ли не в обморок падают, если хоть на секунду отнять у них телефон. Не могут общаться без эмотиконов. И всерьез считают, что миру интересно знать, что они едят такого склицательного знака смайлик-смайлик. Будто нам это важно. Я за все старое. Люблю старую музыку, старые фильмы. И даже старых людей. Короче говоря, у меня нет ничего общего с ними. А у них нет ничего общего со мной. Слушай. Прямо. Лучше всего найти того, кто будет любить тебя. Такой, какая ты есть. Такой, хороший. Страшный, красивый. Добрый. Какая есть. Ведь он все равно будет считать тебя лучше всех. Вот с кем стоит быть рядом. Ты посмотришь человеку, у которого, ну, в принципе, все есть. Чего нету. Нету у меня всего. Чего нету. А чего хотелось бы? Покоя нету. Нету сердца не на месте. Нет мужа. Именно того, которого я выбрала себе изначально. Я смотрел твое интервью, ты сказала, что у тебя нет друзей. Это с какого периода? Друзей, чтобы помолчать, наверное, единиц. А друзей, чтобы поговорить, все. Друг. Ну, кому ты можешь позвонить и пожаловаться на что-то? Себе. 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 В мире, каждый день, это слишком много. Вы даете мне слово, что я выздоровею? Вы должны пообещать. Вы клянитесь своими усами. А если вы не сдержите слово, вам придется их сбрить. И он, я не хочу умирать. Я сделаю все, чтобы этого не произошло. Здравствуйте, высотый доктор. Без усов. А меня знаешь, отчего даже нет? Знаешь, что мне надоело? Мне надоело кое-как перебиваться всю жизнь. Надоело быть никем. А больше всего мне отчертело, что у меня никого нет. Нам всем кажется, что мы нашли идеал. Пока влюблены. А что, если не бывает половинки? Или третий, четвертинки, пятки? Шестой. Что, если идеальной любви не бывает? Но мы слишком боимся признать это и продолжаем притворяться. Изображаем из себя кого-то, кем не являемся. Переворачиваем свою жизнь с ног на голову. Растворяемся в ком-то, кто кажется нам лучше, чем то, что мы думаем сами о себе. А что, если идеал, который мы ищем, не существует? Я стою здесь alone. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok